На муниципальный этап городского конкурса «Стихи и проза о войне» в рамках проекта «Память в сердце» учитель 15-го лицея Игорь Львович Верещагин прислал стихотворение собственного сочинения. История его написания удивительная. Игорь Львович вместе со школьниками ездит по местам боев в различные области России, ищет погибших солдат, перезахоранивает, устанавливает их имена. Однажды знакомые Игоря Верещагина обнаружили останки женщины-бойца. И при ней была длинная русая коса. Вот я был там, был там на этом месте, понимал вот это все, думал об этом. Ну а потом, несколько позже, наверное, все это уложилось в голове, и пришли слова. Пропущенные через душу, пропущенные через сердце. Ну что называется, как чувствовал, так оно и написалось. Так появилось стихотворение о горькой судьбе женщины на войне. Учитель лицея номер 15 стал победителем конкурса в группе педагогов. На муниципальный этап 4-го городского конкурса «Стихи и проза о войне» поступили 87 видеороликов. 75 лучших отобрали для трансляции на разных каналах Саровского телевидения. В выразительном чтении произведений участвовали также воспитанники детских садов и школьники. На торжественной церемонии награждения прозвучало и стихотворение в исполнении Калерии Механошиной, ученицы школы номер 12. Я записала стихотворение Ольги Киевской «Баллада о матери». Оно мне было по душе, и когда я его рассказывала, у меня были эмоции, как будто это происходит наяву. И я подумала, что это стихотворение отлично подойдет. Я сочиняю стихотворение тоже о войне. Есть еще стихотворение о семье. Также на сцене Дворца детского творчества наградили юных художников, участников конкурса рисунков «Память поколений». Городской проект «Память в сердце» реализуется с 2018 года. Идея проекта принадлежит активистам Союза детских организаций «Сияющие звезды». Потом подключился Союз старшеклассников «Статус», «Педагоги и родители». Помимо конкурсов, в рамках проекта ребята участвуют в городских мероприятиях, приуроченных к 9 мая, записывают интервью с ветеранами Великой Отечественной войны. У нас есть давние наши товарищи, союзники, единомышленники, партнеры, которые помогают нам с призами. Потому что в этом году, например, 88 призов за стихи. Там одно только было прозаическое прочтение, а 87 стихов. Призы нам подарил Алексей Морозов, это руководители военно-исторического общества 1945. Лучшие рисунки Департамент культуры и искусства отберет в качестве основы для открыток ветеранам. Еще часть работ украсит остановки города. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.